Кто там? Свои. Открывай. А, Владос, это ты? Что, на работу пора? Да, пора. Только работа Дома у тебя. А что, в пакете? Будем готовить отрожку. Ставь яйца и картошку. О, стиханес говорил. Ну, заходи. Так. Ага, ты уже переоделся, смотрю. Так, а вот и твоя картошечка в мундирах. Почему в мундирах? Ну, потому что, мне кажется, так ароматнее и вкуснее. Вот намного по-другому чувствуется вкус. Да? Да. Так что, все, приступаю к чистке. Так, а где все остальное? Вуаля! Ты прям волшебница, конечно. Ну что, давай приступать. Держи полотешку. Да, основные ингредиенты у нас есть. Картофель, огурчик, редисочка, яйцо, колбаска, получается. И зеленуха. И зеленуха, да, обязательно. Ну, прекрасно. Давай начнем с картофеля, потому что, ну, это было очень просто. Вот он, тот аромат, о котором я говорю. Ааа. Совершенно по-другому пахнет. Вот мне кажется, благодаря этому и приобретается тоже отличный вкус. Сейчас немножко. Интересно. Ну так, поехали работать над кубиками красивыми. Давай, я надеюсь, у нас получится. Поехали. Для меня самый важный ингредиент в окрошке – это редис. Именно потому что только начинается сезон редиса, сразу ассоциация с окрошкой. Я не совсем понимаю тех людей, конечно, которые делают окрошку без редиса. Я считаю, он один из самых главных ингредиентов. Чуть ли не самый главный, по моему мнению. Я тоже очень люблю ингредиент в окрошке, поэтому… Смотрите, получается, для того, чтобы окрошка была такого чуть-чуть желтоватого цвета, интересного вкуса, вот нужно сделать вот так. Два или три желтка. Мы их запускаем. И добавляем немножко горчицы. И все это перетираем. Чтобы весь вкус и аромат укропа, нужно его подсолить. Аромат, когда сочетание вкусов уже чувствуется. И огурчик, аромат лето. Ничто так не пахнет, как окрошка. Да, да, аромат лето. Приступаем к колбаске и клейцам. Да, давай. Кстати, колбаса, да, это самый простой продукт, который можно использовать в окрошке. И быстрый, и, наверное, более экономный вариант. Ну, наверное, да, более экономный. Но, вот лично моя свекровь, допустим, готовит только на мясе. Причем делает это в миксе. То есть, получается, и курочка, и говядинка очень вкусная. Древида мяса? Да, бывает и свининку. Ну, как попадает. Но два минимум точно. Ну, такого я еще не услышал. Я же не спросил, к какому типу людей ты относишься. Окрошка на квасе или же окрошка все-таки на кефире, на сыворотке? Я тебе открою секрет. Давай. Мне больше нравится вариант на сыворотке. Тоже с применением кефирчика. А вот в детстве моя мама готовила 10-литровое ведро окрошки на колодезной воде с уксусом и со сметанкой. Ничего себе. Да, ну, там майонез или сметанка, но, понимаете, 10 литров окрошки. Я предлагаю сделать сегодня два варианта. Мы попробуем и на квасе, и на кефире. Самые популярные такие. Да. С минералочкой. С минералочкой обязательно. Все, я закончила. А, ну все. Все, друзья, у нас нарезка прошла очень успешно, тем более под присмотром целых трех котофеечей. Колбаску как-то начали нарезать, да? Да, да. Аромат пошел. Но своих котов я колбасой не кормлю. Стараюсь не кормить. Так только. Они у тебя породистые, сметанки? Ну, конечно. Бабушка. Бабушка-фея у нас. Вот. Чейз. Стефания. Да, Стефания у нас вообще красота. Ну, соответственно, округу они тоже есть не будут. Ну, не будут, но попробовать бы, я думаю, хотели. Все, самое классное начинается. Сейчас будем заправлять. Смотри, я предлагаю тебе сюда минерал. А сначала кефир, потом разбавим минералки, сколько нужно будет. А я сюда сразу класс. Все, поехали. А как шпит. Звук этот просто божественный. Кстати, порой вот, чтобы более быстро использовать, можно айрантан использовать тоже. Неплохие варианты, они уже готовы. Кто-то добавляет сметану. Да, сметанку майонезик. Ну, мне кажется, не надо, потому что здесь квас разойдется вот с тем перетертым яйцом, с укропом, и будет очень пустым. А сегодня мы приготовили два варианта окрошки. Ингредиенты одни и те же, только заправка другая. Здесь квас хлебный белый, здесь минералка и кефир. Вариант для спортсменов, наверное, для тех, кто предпочитает более низкую калорийность. Ну, а здесь пожарнее. Ну, все. Красота? Ну, ладно. Смотрите, какую? Беленькая, пожарнее. Я понял. Ну, что, лето в каждой тарелке, поэтому приятного аппетита. Нам. Да, то идем вам тоже. Славка, бери. Красота-то какая. Ля-пота. Она самая. Все, пойдем гулять, да? Отличный вариант. Ну, пойдем. Погода замечательная. Все, на набережке. Видишь, успешно все. Ништяк. Ништяк, ништяк, ништяк. Ты вообще колбасин. Давай, давай, не подкачай. Все, Валя, я устал. Я хочу мороженку. Я уже все калории сжег. Ну, какое мороженка? Еще рано. Нормальные люди на велосипедах ездят, на роликах, на скейтбордах. А ты уже собрался, мороженка, вперед, дальше работать. Изверг, Валентина, это изверг. Уж какая есть, Владос, какая есть. Слушай, Валя, мы чувствуем, как два динозавра. У нас ни великов, ни роликов, даже скейтборда нет. Ой, поняла я тебя, лентяй. Зато, точно, зато у нас есть самокаты. Правда, я вообще ничего в них не понимаю, не знаю, как пользоваться. Деньги есть? Деньги? Деньги всегда есть. Ой, слушай, большой такой оказывается. Ну да. Слушай, тут инструкция. Ой, мой даже пищит. Давай, читай скорее. То, наверное, меня мой готов запустить. Да, не так все просто. Да? Ну давай. Так, смотри, скачать приложение, зарегистрироваться в приложении, ввести номер телефона и привязать банковскую карту для оплаты. Отсканировать QR-код на руле. Есть. И выбрали тариф. Нажали кнопку забронировать. Как будете готовы, нажмите разблокировать. Все, поехали. Чтобы поехать, хорошо, оттолкнитесь и жмите курок газа. Он вот здесь. Завершить аренду на парковке. Они отмечены в приложении. Ну все, скачиваем. Ну давай. Добавить карту. Ну что, поехали. Ай-яй-яй, как же я? Меня зовут. Ты же хотела калории сжигать. Давай сжигай. Настоящий мужчина. Ну вот я на самом деле, Валя, я настоящий друг, поэтому я тебе все-таки дам покататься. Завтра. Валентина, очень похвально твое желание сжигать калории. Что стоим, побежали за мной. Вот ты посмотри на него. Ну давай, давай, газку поддавай, газку поддавай. О боже, как это страшно. Мамочки, ладно мне. С венерком, Влада. Сложно два больших человека. Интересно, на какую массу он рассчитан, да? Ой, простите нас, те, кто их создал. Красота. Хлопай ресницами и взлетай. Валя, не хулигань. Радости-то как в детстве, как в детстве. Давай, давай, примей. Левее, левее, левее. Поворачивай, левее куда ты едешь. Аккуратненько. Посадка. Прибыл. Все, сейчас будем разбираться, как его обратно возвращать на место. Парковать. Да. Ну все, полчаса радости закончились. Можно еще полчаса? Нет, завершай, Арина. спасибо тебе самокатик потопали потопали как настроение да покушали покатались день ничего не делали отлично же поиграли покатались а теперь можно и поработать валя пол шестого вечера какая работа я домой обожаю свою работу